МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организовали для гомельчан и гостей города сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В процессе загадывания желания будто в детство окунаешься с головой. Вновь появляется вера в чудо и улыбка на лице. Проверена лично. В рамках нового международного выставочного проекта «Украина с любовью» в картинной галерее Говорила Ващенко открылась персональная выставка мастера Любови Коваленко из украинского города Днепр. Экспозиция состоит из работ, выполненных в разнообразных художественных стилях и техниках. Батик, точечная роспись, авторская кукла, живопись. Дело в том, что автор не ставит себе рамок в творчестве и как только осваивает одно направление в искусстве, берется за новое. На неделе в Гомеле свою новую книгу представила поэтесса, исполнительница авторских песен Галина Родионова. Это уже ее пятое литературное издание и называется «Ничто не случайно». Книга представляет собой сборник прозаических рассказов, в которых, по словам автора, раскрываются остросоциальные темы отношения общества к людям и между людьми. Галина Родионова начинала свою писательскую деятельность с поэзии. Сборники ее стихов признавались лучшими на международных литературных конкурсах. Однако позже автор поняла, что поэтические строки сковывают ее, а интересующие темы лучше раскрываются в прозе. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Картинная галерея Гавриила Ващенко готовит сразу два выставочных проекта. Один из них с живыми экспонатами. В Гомеле представят удивительный мир пауков. Десятки хищников будут обитать в стеклянных террариумах прямо на территории одного из выставочных залов галереи. Увидеть их можно будет уже с 15 января. Второй проект, не менее завораживающий, представит белорусская авангардистка Валентина Ляхович. Выставку «Аберрации света» презентует также 15 числа. Мастер, работая с большими форматами, с пространствами, создает инсталляции с использованием света. Причем материалом для ее работ служит то, что многие из нас назовут мусором. А 17 января в Доме культуры железнодорожников выставку живописи представят два гомельских художника Александр Босинок и Андрей Регатко. Молодые люди откроют экспозицию под названием «Взгляд юности». Кроме живописи будут представлены также графические работы. Всего около 40 картин. И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». Культурное обозрение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова